Здравствуйте, товарищи! Спасибо. Значит, сегодня мы будем очень важную тему рассматривать – социальное развитие. В прошлый раз мы с вами рассматривали тему социальные изменения, да? Но изменения всякие бывают. Такие изменения, которые способствуют усложнению того, что было, да? И переходу к более высокой ступени, или стадии, или к уровню. А есть деградация – это тоже изменения. Скажем, а есть безразличные изменения, вроде перестройки. Они сами по себе безразличны, правда? Важно, чтобы вы перестроились, не важно, что вы будете делать. Вот сделайте не так, как было. Если у вас что-то одеты – переоденетесь. Если у вас что-то построено – перестройте, что-то измените. А вот, скажем, мы с вами знаем, что прекрасно иметь такую одну точку. Вот прекрасно. Если вы от этого уйдете в процессе изменений, то вы потеряете это прекрасное. А изменить любой человек без всякого таланта может любую талантливую вещь, так сказать, испортить тем, что он ее изменит. Правда? Скажем, есть книжки издают, обрывки, отрывки, как говорится, или краткое содержание великих книг, ну, вот так сказать, адаптированный, которые делают люди без всякого таланта, делают люди в целях зарабатывания денег себе. Это, конечно, не развитие культуры. Но нам надо разобраться вообще в самой категории развития. Что это такое? Категория-то вам известна. Правильно? А известная обладает таким свойством, что, раз она известна, никто его не обдумывает особенно. Поэтому, если я вас спрошу, что такое развитие, скорее всего, вы не скажете. Не потому, что вы, так сказать, человек малограмотный, а потому что именно то обстоятельство, что оно известно, оно как бы ставит барьер для того, чтобы обдумывать это. Зачем обдумывать то, что и так известно? Вот можно сказать, что такое развитие? Развитие это что? Процесс. А? Процесс. Вот, например, я умираю. Это развитие? Это точно процесс. Так сразу не бывает. Раз, хлоп, и все. Это процесс. И это вы хотите назвать развитием? Ну ладно, насчет меня я согласен. А неужели насчет себя тоже в этом назовете развитие? А процесс, знаешь, что такое? Процесс это что? Какое-то длительное действие. А? Какое-то длительное действие. Действие или изменение? Изменение. А какое изменение называется процессом? Слова мы должны употреблять свободно и оперировать им, выбирать нужное слово, да? Вот что делают люди. Какие люди? Такие, которые пишут произведения или которые выступают. Правда? Вам придется выступать. Ну вот так вот, по ориентации вашей профессии, правильно? Выступать. То есть подбирать такие нужные слова, которые бы доходили, которые воспринимались и так далее. Ну вот, на самом деле, проблема если легко решается. Процесс это изменение во времени. Когда вот я делаю акцент, что изменилось, но на время не обращаю внимание. Да сколько лет изменилось. Вообще не этот аспект оставляю в стороне. Абстрагируясь от этого времени, тогда это просто изменение. А вот если… Потому что изменение это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Правильно? Это всегда изменение. А вот процесс это изменение во времени. С течением времени… С течением времени происходит изменение. И что в результате этого изменения? А вот развитие что такое? То есть то, что процесс это изменение или процесс, это ясно. Что развитие это процесс, а как? Положительный. Положительный. Вам считается, кажется, что это положительный. А мне кажется, что это отрицательный. Как нам тогда с вами найти общий язык или драться будем? Что будем делать? Вот представьте себе войну двух мировых держав. Ну скажем, вот войну Советского Союза с гитлеровской Германией. Ну вот, с точки зрения гитлеровской Германии, ее движение положительное. Дрант на хвостом, да? Путешествие на восток. Марш на восток положительный? И они развивают свое наступление. Развивали свое наступление до Москвы. А с точки зрения Советского Союза положительным является освобождение территории Советского Союза от немецко-фашистских войск. И положительным считалось и дальнейшее движение, вплоть до полного разгрома фашизма немецкого. Поэтому как нам вот, мы вроде с одной точки зрения, это развитие с другой точки, это получается субъективизм. То, что считает развитием. Как бы нам такое найти определение, которое бы избегало этого субъективизма? Достижение какого-то этапа. Вот в этом и беда, что вот какого-то, это совершенно неопределенный этап, а какого-то мы всегда достигнем. Вот если я сейчас выбрану из окна, то какой-то результат-то будет. Даже я не буду обсуждать какой, но будет результат. Но если есть поставленная какая-то цель, пламя. А если цели нет, то вот, например, животные, растения, они развиваются. Вот когда дуб развивается в дерево такое развесистое, это что, цель такая была поставлена? Кем? Желудем? Или кем? Или Господом, Богом. Бог, Он наделил этим. Вот поэтому тут вот напрашивается какая-то третья сила. Согласитесь тогда. На все есть Божья воля. Тогда этот вопрос снят. Согласно? А если на Божьей воле нет, то не снят. Прогресс. А что как? Есть еще противоположная категория регресса. А вот можно понять прогресс и регресс, не зная, что такое развитие? Вот что надо раньше понять, что такое прогресс и регресс? Не надо понять, что такое развитие, тогда что способствует развитию, то прогресс. А то, что мешает развитию, а наоборот, противоположное развитие, это регресс. Поэтому вот, как говорится, бесплатное приложение будет, считайте, к категории развития понимания того, что такое прогресс и что такое регресс. Правда? Поэтому вот я от вас не отстаю, не отступаю и требую, чтобы вы, как люди сознательные, историки, тем более, вы же не можете сказать от меня от страницы, сказать, я это первый раз слышу. Знаете, как говорят, когда к следователю приводят, говорят, вот вы этого человека видели, первый раз вижу, так вот здесь. Вы можете сказать, что я слово развитие первый раз слышу? Не можете, правда? Оно так часто употребляется, что без него вообще прожить нельзя. Подумайте, я буду сказать, все-таки в чем же состоит развитие, что такое развитие? Как его не перепутать с каким-то изменением, которое является неразвитием, например, деградацией? Деградация есть такое понятие? Рост. Рост. Рост связан с развитием. Рост – это развитие. Да. Если это не рост раковой опухоль. Тогда это рост раковой опухоли, будет развитие болезней, но не будет развитием организма, да? Не будет. Это вряд ли развитие организма, если вот уже пошли метастазы. Это что, развитие организма, нет? поэтому не всякий рост или если почему-то применимо потому что можно говорить о развитии болезни тогда да к уже к организму человеческом это не применишь к если какой-то рост быть даже продавки если вырастает еще хорошего то вот вырастет бородавка на носу и что делается сказать ну вот я сейчас средства она растет растет или еще что-нибудь так но не буду вас томить так что вы можете сказать что я лекции читаю не вы же то есть это не семинар и я не допрос поэтому значит что такое развитие развитие очень легко и просто определяется развитие это движение низшего к высшему к простому к сложному движение низшего к высшему простого к сложному это развитие движение низшего к высшему, простого к сложному. Иногда говорят, движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Но тогда можно подумать, что это какой-то третий. Наша мысль идет от простого к сложному. Мысль идет от низшего к высшему, а не само развитие идет. Если когда это развитие мысли, она действительно идет от этого к этому, но она же не переходит просто от одного к другому, а само вот это явление само идет от низшего к высшему. Вот, скажем, развитие зародыша человека, да? Развитие идет от части к целому или от целого к целому. Развитие идет, движение идет низшего к высшему, от части к целому или от целого к целому. Это вопрос серьезный. От целого к целому. Правильный вопрос, да. То есть, скажем, развитие человека там в утробе матери идет от чего? От клетки целой, да? Вот это уже весь организм. Весь? Весь. Но он еще не развит. И вот он развивается, развивается, развивается. И он, так сказать, пока он такие очертания приобретает, которые не вызывают такого эстетического удовольствия к тому, что, так сказать, когда идет развитие еще плода. И, наконец, появляются уже там черты человека. Наконец, человек рождается. И это рождение человека это продолжение развития или нет. Продолжение развития. Дальше идет развитие уже этого новорожденного. Он сначала, как человек родившийся, который, между прочим, не мог дышать, пока он еще не родился. Во-первых, начинает дышать. Это более высокая форма. Вот он начинает после этого пить материнское молоко. Он разве мог пить материнское. Он же снабжался только через пуповину. Это движение от низшего к высшему. А дальше он только лежит, он не может перевернуться, он голову не может держать. А если он научится его держать, это движение от низшего к высшему. И все стараются родительные там бояться, что как бы он это не наклонил, она не отвалилась бы эта голова. Дальше. А он не может переворачиваться. Он как жучок, который, знаете, как жуки, они на спину попадут, руками, ногами, лапками они машут и ничего не могут делать. Но он же это преодолевает. Он превращается в человека, который может перевернуться. А потом он начинает ползти. Куда? Назад. Потом он начинает ползти уже вперед. Это вот мы с вами медленно развиваемся. А младенцы развиваются очень быстро. Потом он раньше просто кричал, а теперь он начинает потихонечку отдельные звуки. Так, а, о, о. Что-то такое он начинает. Так, говорят, гули. Потом он начинает на четвереньке становиться. И ты раньше что-то ползал. А теперь он на четвереньках. И быстро некоторые бегают и не хотят ходить. А потом вдруг встают и при этом с грохотом назад на ночь падают на паркет. Ужасно было смотреть, как у меня дочка падала. Ужас. Ну, как говорится, так мир устроен удачно, что головы мягкие еще. Не не раскалываются. Потому что если они не были такие мягкие, то трудно вообще представить, чтобы от такого удара еще голова сохранилась. Потом, вы же знаете, здесь вот есть родничок. И вот все время, так сказать, все это вроде бы человеку все сформировано. И руки, и ноги, и голова. И вдруг это все расширяется. И хотя кости, они представляются как некие твердые тела, они при том, что они твердые, они все время в движении находятся. И они развиваются. А кровь, а кровь, творит что-то. Постный мозг? Кровитворная у него функция есть, да? То есть вот идет этот процесс. И надо усвоить это движение от нечто к иному или от себя к себе развития? От себя к себе. А? От себя к себе. Вот вы когда развиваетесь, вы, допустим, вы Иванова Петровой, что ли, становитесь? Вы Иванова, от Вадова к Иванову. От Сидоровой к Сидоровой. То есть развитие означает движение от себя к себе. От себя менее развитому, от себя менее высокому, более высокому. И другими словами, это называется движение на собственной основе. На собственной основе. Вот скажем, если был капитализм, он стал коммунизм. Это какое движение? Это переходный период. Переход от одного способа производства. От одной формации к другой формации. Мы это разбирали с вами, да? Вот. Это становление новой формации. А ее развитие? А развитие, если идет? Вот, скажем, переход низшей фазы коммунизма и высшей фазы коммунизма совершается путем каких-то таких революций или всяких революций. А вот капитализм имеет две стадии тоже или не имеет? Нет, ну нельзя сказать, что все. Почему? Какие стадии имеют феодализм? Вы ничего и не назовете. Феодализм какие стадии? Никаких. А вот капитализм имеет... Ну вот сначала начинается капитализм как капитализм свободной конкуренции. Вот мы тут все производим товары, друг другом торгуем и конкурируем. Если у меня пирожки вкуснее, чем ваши, берут мои, ваши не берут. А если ваши дешевле, чем мои, возможно, мои не берут. Даже тогда, когда они вкуснее, берут ваши. И вот мы конкурируем. К чему ведет конкуренция? Если мы с вами конкурируем, или я вас съем, или вы меня съедите. Так? Вы и сейчас уже смотрите на меня подозрительными такими глазами. Я вот и чувствую, если бы вы сейчас начали мы с вами конкурировать, раз, а меня уже нет. А что значит меня нет? Ну вы меня себе на службу вы взяли, может быть не оставили, но уже вы, скажем, уже вас конкурировать меньше, потом вас двое осталось конкурировать. Кто из вас победит? Ну кто-то победит. В конкуренции же какая-то, это что такое? Это борьба на уничтожение. Или я рынок захвачиваю, или вы рынок захватите. Кто-то должен победить. И вот по законам конкуренции, из капитализма, свободной конкуренции, получается что? Тоже капитализм. То, что движение развития, это развитие от себя к себе. А какой капитализм? Как он называется? Который получается в результате того, что конкурентов друг друга поубивали, поразоряли. И получилось, что в результате борьбы различных капиталистов происходит? Я теперь захватил целую отрасль. Монополия. А как называется такой капитализм, в котором господство даже монополия? И монополия устанавливает цену. Пока был я, мы с вами соревновались, понижали цену, потому что я снижал, чтобы вас побить, а вы, чтобы меня побить. Ну как только я победил, я сразу раз эту цену вверх, а вам больше податься некуда. Даже куда бы они пошли, везде мое. Куда бы вы сейчас ни поехали, везде сникерс. И везде шоколад уже убран, а только там соя. И все меньше шоколадных конфет, и все больше там соевых. А монополия, а чего тут? Ну куда бы вы не суньтесь везде. Или вы пойдите, почитайте вот все конфеты, и все, какие у сейчас есть печенье, пряники, хоть тульские возьмите. Везде пальмовое масло, везде. А почему? А в монополии. Потому что выгодно это производить, использовать пальмовое масло, а кто не будет его производить, тот прогорит. Использовать. Потому что это вот дешевле, и он поэтому не сможет составить позиции в конкурентной борьбе. Монополистический капитализм, и другими словами, империализм. Вот скажите, пожалуйста, это вот развитие, это скачок или не скачок? Переход капитализма, свободной конкуренции в империализм. Скачок? Да вам кажется, потому что вы не сформулировали для себя, что такое скачок? У нас, каковой с вами идет разговор, вот на занятиях наших по философии. Мы все категории, которые употребляем, должны знать, что они означают. Правильно? Про них. Если мы не знаем, что они означают, зачем же дальше идти? Тогда у нас не получается развитие, у нас не получается не движение от низшего к высшему, а движение через пробелы и через незнание, через пропуски. А мы должны подниматься выше и выше, вставать на то знание, которое уже есть, и это знание свое продвигать. Так вот, скачок, дорогие и уважаемые студенты, это перерыв постепенности. Тоже очень короткое определение. Скачок, перерыв постепенности. Примеры этих скачков мы имеем на каждом шагу. Вот вы включили чайник, место у вас будет, когда вы включили сначала, он начинается гребаться, теплее становится чайник, вода в нем теплее. Потом вы начинаете слышать звук. Что это за звук? Шум. В чем природа этого звука, не знаете? Откуда шум? Как чайник может, вода может вызывать шум. А что у него? Есть чем кричать? Нет чем кричать? Как получается, что вот шум? Не додумывались, нет? Но он постепенно идет, шум все больше, больше, больше нарастает шум, да? А потом вдруг видим вместо этого шума булькает все. Вот так. Это уже что? Вот это перерыв постепенности. Все нарастало постепенно, постепенно. И когда вот это начинается уже бульканье, когда вот вовсю вот такими волнами идет вода, чайник выключается. Скачок. Скачок. Перерыв постепенности. Ну а в чем секрет этого шума? Ну вот появляется, у дна образуются пузырьки пара. Пар – это превращение воды в газообразное состояние. И этот пузырек, раз он пузырек, он легче теперь воды, не жидкообразной, жидкой воды, он поднимается вверх. А когда он поднимается вверх, он попадает в холодные слои. А раз в холодные, то он закрывается. И получается хлопок. И вот такие вот маленькие пузырьки. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. И все больше, больше, больше. И наконец все вскипело. Или обратный процесс. Вот вы оставили на даче чайник и забыли вылить пол. А у нас все холоднее, 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 холоднее становится. Причем, наверное, вы знаете, что если, может быть, если очень все тихо и спокойно и отрицательная температура, уже минус 3 еще вода. Минус 4 еще вода, минус 5 еще вода. И даже вот озера бывают горные. Минус 10 еще вода. И вдруг птичка пролетела, веточку обронила и раз, мгновенно покрылась лентом. Скачок. Перерыв постепенности. То есть, превращение воды из жидкого состояния в твердое. Перерыв постепенности. То есть, развитие может включать в себя при этом движение низшего к высшему, простого к сложному и перерывы постепенности. Правильно? Но есть еще другие концепции развития. То, что я вам рассказываю, о чем мы говорим. Этому определению противостоят другие. Вот у нас сейчас какое время года? Весна. А весна это становление чего? Становление лета и зимы. Так? Подходит под это определение, которое мы с вами рассматриваем? При этом вы наблюдаете, в нем два противоположных движения. Или становится с одной стороны светлее и теплее. А в то же время раз, и вдруг снежок пошел вот как раз. Сейчас, сегодня, утром было солнечко такое, раз, и снежок. Обратные движения. Становление. И вот потом мы знаем, что после весны будет лето. Я думаю, вам не сообщу какую-то новость. А после лета будет осень. А после осени будет зима. А после зимы будет снова весна. И так каждый год. И все возвращается на круги своя. То есть развитие, понимать можно как круговое движение, как некоторые считают. То есть они определяют развитие не как то, что мы сказали. Дескать, ничего в мире не меняется. Все в мире неизменно. Просто оно чередуется. Идет чередование. День пройдет. День пройдет. Настанет вечер. Пройдет вечер. Будет ночь. Ночь пройдет. Настанет утро. Пройдет утро. Будет день. И поехали. Так, вот есть такая точка зрения на развитие. Круговое движение. Оно, вот это вот понимание развития, не то чтобы просто ложно. Оно ведь что-то вот ухватывает. Оно вообще любое развитие включает в себя и возвращение такое, в чем-то возвращение к тому, что уже пройдено. Да? В какой-то мере. Поэтому. Но для понимания развития, как мы вот с вами дали, как раз движение от низшего к высшему, это может быть только спираль, а не круг. Да? Пусть вот все выше, выше. И эти точки повторяет, но уже не в таком положении, какое было раньше. Люди, которые этого не видят, этой спирали, они эту спираль целовают к кругу и тем самым огрубляют это понимание развития. Есть такое понимание развития, которое рассматривает его просто как смену двух противоположных движений. То вот пошло на холод, потом пошло на тепло. То пошло на холод, потом пошло на тепло. Как переключение. Дескать, сначала туда идет, потом обратно. Сначала туда не движение низшего к высшему противоположному, а переключение, постоянное переключение направлений, изменений через какой-то интервал времени. Ну, ему соответствует и такая картина Ишака, который, у него с левой стороны сено, и с правой стороны сено. И вот он бы мог бы отсюда взять, потом отсюда взять. Но он вместо того, чтобы оттуда и оттуда брать по очереди, он тогда подпал бы под это определение. А он вот никак не мог выбрать, с какой стороны начать. Так и умер с голоду. Хотя у него с обоих сторон было по хапке сено. Еще есть определение развития просто, как количественные изменения. Вот в советское время некоторые товарищи думали, что если будет больше металла, больше хлеба, больше угля, больше мяса, больше станков, это будет развитие. Как оказалось, это никакой гарантии для разрушения не явилось. Это существо увеличения размеров. Вот есть люди очень крупные, а есть люди более мелкие по складу, по телосложению. Великие люди, это что, обязательно очень вот такие вот большие? Некоторые, чтобы не уменьшить, говорят, вот Ленин был маленький человек, и Сталин был маленький человек. Но может маленький человек быть великим, а какой-то мелкий человек может быть очень большим, грузным. И никакой особенной роли в истории не играть. Правильно? Бывает, люди более слабым здоровьем, скажем, играют большую роль. Там Суворов, он не так, не отличался таким каким-то богатырским здоровьем, но, тем не менее, преодолел эти недуги в ходе своего развития. Или, там, говорят, что у Наполеона были эпилептические припадки, да? Но эти эпилептические припадки не помешали ему стать великим полководцем и государственным деятелем. Правильно? То есть, нельзя сводить в развитие просто количественного изменения. Потому что количество изменений характеризует, конечно, развитие. Но не сводится к простому, вот как в одно время и Горбачев, и Легачев, который вроде бы его противник был во многом, вот такой лозунг выбрасывает. Больше социализма. Вот для переходного периода это нормальный лозунг. Если идет переходный период, то переходный период чем характеризуется? Борются социализм и капитализм, или капитализм и коммунизм. Поэтому чем наступление коммунистического уклада, это можно археографировать фразой «больше социализма». Но когда у вас социалистическая страна, уже построен социализм, как может больше социализма? Никак. Больше уже его не может быть. Все уже, все сферы социалистические. То есть, вместо того, чтобы пойти вглубь и говорить о развитии социализма, говорили просто о том, чтобы его было больше. Вы ставите задачу, чтобы у вас было больше. Кушайте больше, у вас будет больше. Нет проблем, правда? А тут лекторы, наоборот, ставят задачу, чтобы их было меньше. Но это не значит, что они от этого становятся обязательно хуже, если их будет меньше, правда? С одной стороны, когда говорят худые, в русском языке худые, это же плохое. Поэтому и наоборот. Раздобреть, это включает в себя понимание того, что обычно, если люди не голодные вечно, которые от этого злые, они там специально голодают, из этого кидаются на всех. А люди, так сказать, более полные, они, что лучше, полные или пустые люди? Пустые люди тоже ведь плохо, правда? Вот. И вот, когда говорят вот об этом, что человек расстолчел, она говорит, раздобрел. Потому что вы видели, например, полных людей злыми. Они, как обычно, добрые, да, на самом деле, по характеру. Чаще встречаются. Но это все, это какие-то частичные такие частные моменты, которые, конечно, не дают всей картины развития. Потому что одни люди при одном, так сказать, своем, так сказать, размере и весе, хотя они отличаются в меньшую сторону от других, больше значат в истории, а другие, наоборот, меньше. С противоположными, вот, качествами. Вот это некоторый обзор разных концепций развития. И единственная концепция, которая является научной, это вот то, что мы с вами сначала написали. Вполне научное. Движение низшего к высшему, простого к сложному. О ней не все сказано. Развитие обязательно предполагает борьбу противоположных тенденций. Есть ли какое-нибудь движение, или изменение, а это изменение во времени, изменение такое, которое ведет к превращению низшего в высшее, а высшего к еще более высокому. Есть ли такое движение, в котором бы не было противоречия? Всегда же есть две тенденции бороться, правда? Одна тенденция, чтобы переходить от низшего к высшему, и в этом же развитии есть противоположная тенденция, переходить от высшего к низшему. Но вот про вас не буду говорить, про себя скажу. Я вот лекцию читаю, на самом деле я умираю. Или не идет этот процесс? Идет. С пресс-форгами я должен сообщить про себя, про вас ничего не буду говорить. Молчу. Причем человек в течение всей жизни, он развивается, 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 и все время есть положительная тенденция. Не останавливается. Это и касается и ученых, и рабочих, и самых разных людей. Они все время развиваются. И в то же время есть другой процесс старения, который представляет прямо предположенную тенденцию. Вы построили дом, вот у нас отремонтировали наше здание. Какой процесс начался, а после того, как он закончен? Разрушение, старение, разрушение его. Естественно. Что-нибудь есть? Но мы об этом говорили уже, что нет ничего такого, что не приходящее. Правда? Поэтому во всяком развитии есть, кроме тенденции, совпадающей с направлением развития, есть тенденции, которые противоположны развитию. Осталось только их назвать. Скажите, пожалуйста, как бы вы назвали ту тенденцию, которая совпадает с направлением развития? Вот обратите внимание на подход. Мы не вот так делаем, что запишите, что такое. Нет, я вам сначала обрисовал эту тенденцию. Вы ее представили? Тенденция, которая, развитие которой противоречило, мы выбираем ту тенденцию, которая совпадает с направлением развития. И я спрашиваю, какое у вас название вы ей дадите? И противоположная тенденция, которая противоположна развитию. В нем тоже есть. Как ее назовем? То есть у нас уже вопрос стоит только о подборе правильного слова. Не о том, чтобы найти ее. Мы уже нашли. Мы уже обрисовали. Но слова еще не подобрали. Попробуйте подобрать слова для той тенденции, которая совпадает с направлением развития, и той тенденции, которая противоположна направлению развития. Прогресс и регресс. Да. То есть теперь мы можем сказать, что вот это, вот это прогресс, а вот это вот регресс. И тогда мы их называем не так, что вам надо отдельно запомнить. Развитие, прогресс, регресс. Мы должны понять, как устроено развитие. И то, что в нем совпадает с направлением развития, это тенденция прогрессивная, а другая противоположная. А регрессивная, а если так касается истории, реакционная. Так? То есть регресс в общественной жизни, это не просто регресс. Не просто. Это регресс. Но это уже реакция. А люди, которые отстаивают эту тенденцию, кто? Люди. Реакционеры. А люди, которые отстаивают прогрессивные идеи направления развития, как называются? Прогрессивные люди. Правильно? Правильно? Мы уже с вами установили, что в ходе развития могут быть скачки. Скачки – это перерыв постепенности. Вот вы, когда слушаете лекции, вы развиваетесь или нет? Как вы считаете, идете от низшего к высшему или нет? Знания вы накапливаете, да? Вы же развиваетесь? Развиваетесь. Но вы понимаете, что вот сейчас у нас через 40 минут я закончу лекцию. И будет перерыв постепенности, вы будете заниматься другими делами. Эта лекция у вас закончится, и следующая будет через неделю. Нет, не завтра. Нет, послезавтра. Послезавтра. Да? Это перерыв постепенности. Скачок. Скачок через вторник. То есть в развитии могут быть скачки. То есть ваше развитие в области философии, если, конечно, вы возьмете, будете весь вторник заниматься вот сами философией. И перегоните меня в том смысле, что я еще не успел вам рассказать, а вы уже больше. Например, вы возьмете, зайдете в интернет на сайт Фонда Рабочей Академии, и там есть лекции по философии, которые я читал там для предыдущих товарищей, историков. И вы можете их посмотреть. И можете меня слушать уже, так сказать, критически, что, так сказать, все было сказано раньше, что теперь говорится теперь. Вас никто же не может остановить. Я же не могу вам запретить смотреть то, что записано в интернете. Правильно? Вот. Но все равно у нас разрыв. Тогда это вы слушаете, а это вы будете сами смотреть. Это все равно скачок. Скачок – это всякий перерыв постепенности. То есть мы не говорим хороший скачок, плохой скачок. И вот, кроме того, что мы в движении, которое называется развитием, выделили А – противоречия обязательно, и Б – скачки, мы еще выделяем такие вот характеристики этого развития, как эволюция и революция. Эволюционное развитие и революционное развитие. Вот могли бы вы мне сказать, что характеризует эволюционное развитие, а что характеризует революционное изменение или развитие? Я думаю, не ошибусь, если скажу, что это тоже для вас знакомые слова, известные. Правда? То есть мы никуда не уходим. Вот обратите внимание, мы никуда вшире не уходим. Мы пытаемся уйти в глубь к пониманию этих вещей. Но человек, который будет другим что-то объяснять, сам-то должен понимать, что он говорит. То есть я от вас сейчас чего добиваюсь, чтобы вы понимали, что вы говорите. Смысл того, что… Иначе будет получаться так, что я повторяю что-то, но повторять могут кто-то. Попугаи могут повторять, обезьяны, человекообразные, несколько слов могут повторить, вороны могут повторять, и вороны даже могут повторять, в принципе. То есть ничего такого, чтобы просто повторить, это вот… Ну а что касается механизмов, то тут уже у нас развелось чего-то, как нет магнитофоны, вот компьютеры, вам всегда все это включат, и вот все будет повторено. Чем мы тут отличаемся тогда? Они без всякого соображения повторяют, или вы считаете компьютер соображать? Что он там, что говорит? Но он зато воспроизводит все правильно. Вот если запишут это, и это повесит, и будет так оно, так, как я говорил, так и будет. И что это считаем мы, что это живой человек? То есть мы же не должны уподавляться вот этим механизмам, которые могут производить звук, но там нет никакого понимания того, что это означает. Так что означает эволюция? Постепенные изменения. Да, постепенно. Если идет постепенное изменение, но вот если есть скачки, то вот такое постепенное изменение, в котором есть перерывы, постепенности, в целом же может быть охарактеризовано, как постепенное изменение, все равно, правда? Потому что есть скачки, но в целом это вот постепенные изменения. Есть перерывы, постепенности, скачки, а вот революции. Революция – это скачок или нет? А всякий скачок революции? Нет. Нет. То есть не всякий скачок революции, поэтому вам нужно, исходя из предпосылки, что революция – это, конечно, скачок, но не всякий скачок революции, ответить, какой скачок можно считать революцией? Вот, например, мы пример приводили с этим чайником, пресловутым, который то вскипит, то замерзнет. Вот если он вскипел, вода вскипела в чайнике, это что, революция? Или просто вы чайку хотите попить? Никакая – это не революция. Или у вас лед образовался, то есть вода перешла в твердое состояние. Это что, означает, что контрреволюция, что ли, произошла в чайнике? Нет. Так а что такое революция? Ну, ясно, если мы будем знать, что такое революция, мы, наверное, легко сможем сформулировать, что такое контрреволюция, правда? Как нечто противоположное. Что такое революция? Революция – слово для вас новое? Нет. Нет, прошу. Да, резкое изменение. А? Резкое изменение. Резкое изменение. То есть, если я вот не так, а сейчас уберусь. Это революция, да? Это резкое было изменение? Или вот, смотрите, вот стояли, это революция. То есть, конечно, революция – это резкое изменение. Это входит в понятие скачок. Это перерыв постепенности. Это вы повторяетесь. Не годится. Перерыв постепенности разве не означает резкое изменение? Ну, если перерыв постепенности. То есть, вы мне другими словами выдаёте то, что и так вам известно. А я это не беру. Революция предполагает что-то новое. Ну, то есть… Любое изменение предполагает что-то новое. Согласитесь. Какое же это изменение, если оно не предполагает ничего нового? Нет, ну, революция, может быть, предполагает и старое. Это новое. Новое – то, что появилось, старое. В этом смысле. Но уже слово «прогресс» – прогресс. Это движение от низшего к высшему, поэтому оно всё время предполагает новое. Правда? Прогресс. Прогресс. Поэтому, если вы возьмёте прогресс, то, так сказать, и скачки на пути этого прогресса, эти все скачки и перерывы постепенности, предполагают, ну, и новые. Например, вот переход от капитализма и свободной конкуренции к империализму, монополистическому капитализму – это прогресс или не прогресс? Более высокая же стадия от низшего – это прогресс. А скачок есть? Есть. Это революция. Что, революция была при переходе? Да нет, вот так вот конкуренция привела к монополию, и всё. Или вот две фазы коммунизма. Низшая фаза – социализм, и высшая фаза – полный коммунизм. Какая там революция? Там революции никакой не может быть. То есть частная собственность уже уничтожена, эксплуатация уничтожена, а отличия между городом и деревней и людьми физического и юностранного труда долго и долго будут уничтожаться. И какая тут будет революция? Не какой-нибудь революции. А новая будет, всё меньше, неравенится. Это новая же. Всё меньше, неравенится. Это новая была. Такого не было раньше, как сейчас. А вот сейчас уменьшается неравенство. Это движение. Недостаточно. Что же такое революция, товарищи? А вы имеете в виду в политическом плане? Давайте в политическом плане. Можно не только в политическом. Ведь революция бывает научно-техническая, бывает революция промышленная. Вообще надо бы знать, что такое революция. А тогда уже этого революции начинают делить на такие, такие, такие. Правда? Революция, политическая революция, общая, социальная, когда какой-то другой переворот происходит. А или промышленная революция? Ну, это резко или не... Да резко уже было. Строе. А? Строе. Ну, это резко. Ну, потому что происходит изменение, в общем, может, и сильно влияет на дальнейшие события. Ну, переход к империализму очень сильно влияет. Раньше это, так сказать, был свободный конкуренции, люди торговали, там, туда-сюда. А сейчас кучка, кучка крупнейших империалистических держав грабит весь мир. Но это же намного было как-то остаток. Да. Но изменения очень значительные. Очень существенные. Как такого раньше не было. Чтобы вот просто... Меняется технология в каждой. А? Если меняется просто технология... с революцией... Ну, полностью меняется строй. Не так, чтобы... Полностью меняется строй. А он все время полностью меняется. Вы же все время полностью меняетесь. Если вы живете и развиваетесь, вы полностью... Вы же не частями меняетесь. Сначала рука, потом нога. Ну, и ребенок развивается, он тоже полностью меняется. Представили развитие, да, организма человеческого? Он полностью уже меняется. Что, у вас сердце не меняется, легкие меняются. Легкие меняются, печень не меняется. Такое, так вы себе представляете? Постепенно. Постепенно. Ну, вы-то говорили, полностью, полностью все меняется, полностью. Нельзя, не в отрыве все. Если это органическая целостность, вот какая-то целостность, или общественная, или биологическая, то она именно целиком меняется. Такого не бывает, что изменились только кости. Голова, значит, мозгу осталось мало, как было мало, а вот голова стала большой. Не так ведь? Не так. Это не подходит, это для понятия революции. Потом, понятие революции слишком, так сказать, сильное и хорошо известное, чтобы ему давать такое вот примитивное определение. Вы не вдумали в значение слова «революция»? Револьвер видели когда-нибудь? Револьвер когда-нибудь видели? Это однокоренное слово «револьвер» и «революция». А револьвер видели, да? Отличаете револьвер от нагана? Или от пистолета? От браунинга. Но револьвер чем-то отличается от всех этих типов других? Нет? Чем? Не знаю. Не знаю. После каждого выстрела, там, скажем, если есть у вас на 7 патронов, или на 7 патронов, вы 7 раз можете выстрелить, и будет каждый раз поворачиваться. Каждый раз будет поворачиваться вот этот держатель патронов. А если вы возьмете обыкновенный пистолет Макарова, который у милиционеров, там вот он вынимается из ручки, и там пружина, а в пружине тоже там 7 патронов. Значит, когда вы выстрелили, то пружина подтянула следующий патрон. Выстрелили из чего патронов, и так 7 раз. Видите разницу? Это вот каждый раз подвигается, а тут каждый раз поворачивается. А вы не слышали такого? Отличаясь я революцию от переворотов. Военный переворот, говорят, произошла. Военный переворот – это революция? Нет. Но перевороты – это больше, чем скачок? Да. Значит, не всякие перевороты, революции. А бывает революция, которая не была бы переворотом? Нет. Не бывает, правда? Если революция, то что-то ведь перевернулось. А что перевернулось? Не просто усилилась, расширилась, раздвинулась, придвинулась. А что? А перевернулось. А что перевернулось? Какой класс был, политическая революция, какой класс был у власти? Как он называется? Госпостующий класс. А тот класс, который не у власти, эксплуатируемый или подчиненный. А после революции какой класс будет у власти? Подчиненный. А тот, который господствующий, будет подчиненным. Это что такое? Это переворот? Вот если переворачиваются классы, если господствующий класс становится подчиненным, а подчиненные становятся господствующим, это политический переворот. Политический переворот. Не дворцовый переворот, когда в предел тот же класс, а просто вот это вы захватили власть и у меня отняли, а потом она пришла и у вас отняла. Это было два переворота дворцовых внутренних. Они никак не повлияли на характер власти. Потому что как была в буржуазии власти, или там феодалы стояли, так они и стоят. То есть если нет этого переворота, если нет перехода власти в руки противоположного класса, противоположного, это не революция политическая. А вот если переходит, то да. И если у вас был один общественный строй, вы говорите, он должен изменяться. Он все время меняется. Что есть какой-нибудь общественный строй? Мы с вами изучали, что нет такого в природе ничего и в обществе, чтобы не изменялось. Поэтому утверждать, что меняется, ну все меняется. А вот если меняется строй на противоположный, это революция. Противоположные. Ну скажем, были буржуазные революции, феодалы были у власти, а теперь буржуазии были каким? Господствующим классом или подчиненным? До революции буржуазной. Буржуазия что собой представляла? Какой сословий, подчиненный или господствующий? Вот феодализм. При феодализме буржуазии какой слои представляет? Господствующий или подчиненный? При феодализме. Интересно, вот при феодализме благородные же должны руководить. Если вы не графиня и не гиросогиня, и если вы не баронесса, то вы руководить не можете. Правильно? Я так правильно понимаю феодализм? А вот если я граф, то я буду благородный. Или сын графа. Или племянник графа. Я благородный должен руководить. Правильно? Так? Как? Очень простое общество феодальное. Есть крепостные, которые не могут руководить. И разночинцы, из которых вышла буржуазия, они тоже не могут руководить. А кто должен руководить? Феодалы. Не для того, они благородные, чтобы допустить к управлению кого-нибудь еще. Государство. А в чем смысл буржуазной революции? В том, что буржуазная революция опрокидывает вот это самое господство феодалов и устанавливает власть противоположного класса буржуазного. Это связано с целой историей. Когда феодалы почувствовали, что возникло во Франции, почувствовали угрозу своему господству в связи с нарастанием силы буржуазии, и со стремлением буржуазии перехватить у нее власть, опираясь на силу народа, потому что буржуазия же требовала освобождения крестьян, и даже некоторые феодалы требовали освобождения крестьян. Поэтому они выступили как руководители народного такого массового движения. Значит, феодалы начали обосновывать через своих идеологов, что руководить, управлять государством могут только благородные. И тогда, прежде чем началась буржуазная революция, сначала появились произведения буржуазных уже историков. Буржуазных что такое буржуазные историки? Историки, которые выражают интересы буржуазии. Я не знаю, какие вы историки буржуазные или пролетарские, или крестьянские, то есть какую позицию вы занимаете в исторической жизни. Но вот буржуазные историки тогда стали разрабатывать теории классов и классовой борьбы. Они являются не Марксом, как некоторые говорят, а Маркс прямо пишет, что это не я открыл классы. Это открыли французские буржуазные историки. Зовут их Тьерри, Минье и Гизо. Вот эти три французских буржуазных историка разработали теорию классовой борьбы. Классовой, классовой борьбы. Тьерри, Минье и Гизо. И вот эти три историка обосновали, что руководить государством, нести работу, управление. Могут быть не только феодалы, а могут любые классы. А раз любые, то эту теорию классовой борьбы смогли потом использовать и идеологи рабочего класса. Маркс и Энгельс, потому что они, опираясь на эту теорию классовой борьбы, которую не они разработали, они стали утверждать, как Маркс говорит, что я сделал. Все, что я сделал, это не я открыл классы. Это сделали до меня буржуазные историки. Не я экономическую анатомию раскрыл классов. Это сделали буржуазные экономисты. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Что вот это, что вся предшествующая история, это история борьбы классов. Хотя потом Энгельс заполнил, это не вся. Потому что первобытное общинное общество не характеризовало борьбой классов. Первобытное общинное коммунизм. Второе, что эта вот классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура пролетариата ведет к уничтожению классов, к построению бесклассового коммунистического общества. Вот Маркс говорит, что я сделал. А классы открыл не он. То есть они доказали, что разные классы могут управлять государством. А какие? Это вопрос классовой борьбы. Кто кого победит? И вот когда подчиненный класс сменяет господствующий, происходит в обществе переворот. Переворот в буквальном смысле. Это похоже на вращение, правда? Революция – это вращение, револьвер. Буквально вращающийся. Революция – это переворот. Но такой переворот, который на место подчиненного класса. Господствующего класса ставит подчиненный, на место подчиненного господствующий. Все перевернулось в обществе. Феодалы были господами, а после буржуазной революции господами стали буржуа. Когда у нас произошла буржуазная революция в России? В 2000-м году. А? В 2000-м году. В 2000-м году. В 2000-м году. В 2000-м году. Когда? Нет, не в 2005-м году. В 2005-м у нас была первая попытка уничтожить царизм, но это неудачная была попытка. А революция-то произошла буржуазная в России. Успешно когда? Успешная. В 2008-м. В 2017-м. В каком? В 2017-м. В 2017-м. Когда? В каком месяце? В феврале. В феврале. Февральская буржуазная демократическая революция. Так называется она? То есть на место феодального господства встало господство буржуазное. А еще одна революция, которая перевернула, действительно совершила переворот. И удачная Великая Октябрьская революция на место буржуазной власти встала власть какого класса? Да, претриатры рабочего класса. Вот это переворот. То есть не всякий переворот – это революция, но всякая революция – это переворот именно такой, который состоит в том, чтобы на место господствующего класса встал прежде подчиненный, а прежде господствующий класс превратился в подчиненного. Класс подчиненный. Это вот революция. И это надо запомнить. И это у вас, и на экзамене будут я спрашиваю, что такое революция. Если не касаться политики, значит все равно должен быть переворот такой крупный. Не просто скачок, а переворот. Потому что если вы берете, не касаясь политики, вы скажете, в чем состоит промышленный переворот. Надо изобразить картину так, чтобы получился переворот. Смотрите, как я буду изобразить. Если стало больше станков, чем было, это не переворот. Если я скажу, что еще стало больше станков, это тоже не переворот. А если я скажу, что раньше большинство продукции производилось, большая часть продукции ручным, с помощью ручного труда, а теперь все перевернулось, теперь большая часть продукции производится с помощью машинного труда. Это переворот. Согласны? То есть здесь вопрос в том, зашкалило это за 50% или не зашкалило. Вот если это больше стало машинами производиться, то это переворот. А если нет, ну увеличилось. Сейчас вот нам рассказывают, что вот применяется там вычислительная техника, у нас информационные системы, система управления. Ну а про мощности, как производится у нас продукция, как и раньше при капитализме в основном. А именно, какие есть виды, способы изготовления продукции. Первое, значит, ее литье. Литье бывает металлическое, пластмассовое. Ковка. Свободная ковка. А когда это место свободной ковки заменяет штамп, и уже удар идет не просто по детали раскаленной, а удар идет, собственно, по штампу, и он тогда штампует точно, точно выбивает вам детали. Это штамповка. То есть на сегодняшний день два вида обработки металла. Это, значит, литье, а после литья идет штамповка или резание. А резание – это означает, что вы, так сказать, отделяете стружку на станках различных. Это могут быть станки, которые с применением ЭВМ сделаны. Это, скажем, не простые универсальные токарные станки, а станки с ЧПУ, с числовым программным управлением. Но эти станки с ЧПУ, они все равно в программу закладываются, они что делают? Они все равно резанием. А такое, что вы взяли, металлический порошок, и так его сдавили, и получилась бы деталь. Есть такое? Есть. Мало количество. Переворота нет. Как вот сто лет назад штамповали или ковали и резали, так штампуют, куют и режут. Пластмассу отливают. А? А, но литье-то тоже есть. Что притих же? Литье для металла тоже сохраняется. Что сохраняется? Ну, простые детали могут отливать. Простые могут, переворота, поэтому нет никакого. Простые могут. Это что, перевернулось? Что основная масса деталей теперь прямо отливается, без всякой обработки? Есть такое? Нету. Значит, переворота нет. Нет революции. Зато есть разговоры про научно-техническую революцию. А почему? Когда эти разговоры появились? Тогда, когда замедлились темпы роста производительности труда. А технический прогресс в чем выражается? Технический прогресс выражается прежде всего и главным образом в росте производительности труда. Правильно? Какой же это прогресс? Что-то медленнее, медленнее, медленнее стала повышаться производительность труда. А в чем выражается производительность труда? Снижение труда емкости, что на один продукт меньше труда затрачивается. Или один и тот же рабочий производит все больше и больше и больше. У нас производительность труда растет? Нет. Растет? Растет. Она растет везде. И всегда. И во всем мире. И всю историю. Вся история человечества, весь прогресс связан с ростом производительности труда. С совершенствованием орудий и с ростом производительности труда. Поэтому это, когда она начинает рассказывать, что затраты выросли, это сказки все. Как они у вас выросли? С чего это они у другого выросли? То есть народу у нас работает меньше. Вы замечаете, что рабочих стало меньше? А продукции становится больше. Или, скажем, по крайней мере, не настолько меньше, чем насколько меньше рабочих. Поэтому производительность труда растет. Но это разве можно назвать революцией? Потому что когда была промышленная революция в Англии, это означало, что огромное большинство было уволено ткачей. Потому что вместо этих ткачей, которые ткали вручную, все машины стали это делать. То есть главным образом переход к машинному производству. Если раньше машинное производство было частичным производством, а основное производство – ручное. Теперь ручное – частичное, а основное производство – машинное. Хотя доля ручного труда и в России сейчас колоссальна. Поэтому, конечно, научно-технический прогресс идет. Но вот революцией его называть никак нельзя. Чего тут революционовать? Наоборот, чем меньше темпы роста производительности, тем больше разговоров о научно-технической революции, чем прикрывается вот эта бездеятельность и отсутствие действительно быстрого роста. Ну, совсем медленный стал рост. Сейчас вообще идет падение производства. Поскольку людей увольняет при падении производства, может быть, рост производительности труда. Правильно? Быстрее увольняет, чем сокращается производство. А сокращение производства налицо. Что же за это научно-техническая революция? А если вы возьмете историю промышленной революции, посмотрите, какие там были. Действительный переворот. Поэтому вот нельзя обманываться в отношении этого. То есть слово «революция» по любому поводу нельзя употреблять, хотя вы знаете, что в политической области и в идеологической говорят там о цветных революциях, о бархатных революциях, о революции оранжевых, о революции рост. Это революция? Нет. Это контрреволюция? Контрреволюция – обратный процесс. Это контрреволюция? Что, был гуржуазный строй, а пришли феодалы? Это где же они пришли? Не видели, нет, в какой стране пришли к феодалу? Нет, не видели? Я не видел. Поэтому можно назвать эти процессы негативные, отрицательные, как и угодно. Но можно сказать, или там, скажем, меняется управление, то было собственное управление, то и внешнее управление со стороны других государств. Они ставят тех лиц, которые им подчиняются, насильственным путем и применением соответствующих технологий. В итоге мы получаем изменения в правящей верхушке, а класс-то господствующий остается тот же в власти. Не буржуазие, что ли, господство, буржуазие. В Грузии господство буржуазии сменилось на буржуазию, так? На Украине буржуазие сменилось на что? На буржуазию. Ну, немножко другие круги буржуазии, слои и так далее. Те, которые поддаются в большей степени влиянию, так сказать, западному. Или, скажем, была одна форма государства – демократия. Если просто происходит переворот, и нарушается демократия, ломается, и учиняется террор, и открытые устанавливаются диктатуры буржуазии, это называется фашизмом. Но фашизм – это вовсе не переворот в смысле классового господства. Что, когда Гитлер пришел, не буржуазие, что ли, стало руководить? Тоже буржуазие. А Гитлер ушел, что не буржуазие стало, там, в западной части Германии руководить. А вот переворот был в восточной части Германии, где руководство пришло рабочий класс. Там революция была, правда? А в западной части никакой революции не было. А фашизм уничтожен. Поэтому даже когда уничтожается фашизм, это революция, нельзя считать. То есть революция – это очень такое высокое слово, оно, в общем, не может часто применяться, по той простой причине, что вообще это редкое явление в человеческой истории. Это локомотивы истории. Видели, сколько вагонов у поезда? А ломогатив один. Поэтому это локомотивы истории, действительно, они продвигают человечество очень быстро. Но этих революций было, можно на пальцах пересчитать. Если это социальные революции, значит, был переход первобытно-общинного коммунизма к рабовладению этой революции. Революция была от созданности общественной, а стала частной с переворотом. Переворот. Социальные. Классов не было, появились классы. Это переворот. Переворот. Так, появился господствующий класс рабовладельцы. И вот, затем мы видим вот еще такие крупные скачки, как переход рабовладения в феодализм, а феодализм в капитализм. Но даже вот переход рабовладения в феодализм, он, если и содержит этот переворот, только в том отношении, что доселе человек был, работник был говорящим о Родине, а при феодализме он уже просто лично зависимый, но принимается за человека. Это переворот же. Это же большинство людей. Большинство людей не считались людьми, а теперь большинство людей считаются людьми. Это переворот. Это переворот. Потому что, что касается вот этой части правящей, ну, были рабовладельцы, теперь феодалы. Не сильно они отличались. Эти, так сказать, занимались военными игрищами, и, так сказать, они жили, так сказать, в своем удовольствии, так сказать, в богатстве, в роскоши и так далее. То же самое и феодалы. Но, но, но работники-то в этих были говорящие о Родине, а здесь это уже люди, но не имеющие права управлять. А при переходе от феодального строя к буржуазному, то есть при буржуазной революции, они получили, все получили возможность управлять, стали свободными. Свободными в каком смысле? От чего? От всего. А кто стал несвободным? Несвободным осталась буржуазия. У нее есть богатство, фабрики и заводы. И поэтому вот эти свободные теперь, помните, были раньше несвободные крестьяне, а теперь свободные граждане идут к этим несвободным буржуа и спрашивают, нет ли у вас возможности заработать. Потому что у тех, кто совершенно свободен от всех производств, ведь их освободили не только от крепостной зависимости, но и от всех средств производства. Вот эти свободные от всех средств производства люди отправляются к тем, кто не свободен от средств производства, и продают свою рабочую силу как товар. А рабочая сила обладает таким свойством, что она создает больше стоимости, чем стоит сама. Поэтому получается прибавочная стоимость у капиталиста. Капиталист вроде как по-честному расплачивается, он заплатил стоимость рабочей силы. Вы ко мне пришли? Я говорю, вот я вашу стоимость, у меня будете работать 8 часов, а сам думаю, за 2 часа труда вы создадите столько стоимости, что я вам заплачу то, что я вам пообещал, а остальные 10 часов будете работать на меня бесплатно. И все по-честному. Вы свободны ко мне? Пришли сами? Сами. Вот. Вы свободны. Не хотите не работать, а у вас вам некогда. Ну, можете туда пойти, там тоже самое. Мы уже договорились, что не снижать, не повышать зарплату. Кто будет повышать зарплату? Смотрите. Для чего создается союз у промышленников и предпринимателей? Чтобы держать цену рабочей силы. Это мог монопольную цену держать. А то ведь вы потребуете какую-то большую зарплату. Я вот по вас, вы же сейчас на меня смотрите с ненавистью. Я еще не начал вас эксплуатировать, я только обещаю. Это переворот. Переворот. То есть переход с одной стороны к свободным людям вроде тоже переворот. И с другой стороны человек получил, так сказать, другую форму эксплуатации. То есть надо всегда смотреть, какой переворот произошел. Вот буржуазная революция. А что касается коммунистической революции, тут еще и двойной переворот. Переворот по отношению к тому, что Грузия была господствующим классом, она становится подчиненным, а потом ее как класс вообще ликвидирует. В ходе большой, так сказать, революции. Не в ходе только самого политического переворота, политической революции, а в ходе социальной революции, когда речеты переходят от одной формации к другой. Но есть еще и другой переворот. Значит, снова возврат к коммунизму имеется. Ведь был первобытный коммунизм. Потом три формации, революции, феодальные и буржуазные, основанные на частной собственности, и переворачивается опять переворот экономический вместо частной собственности, общественная. Снова. Но уже такая общественная собственность, которая обогащена всеми достижениями предшествующих способов производства. Не зряшным отрицанием, не выхидыванием, а развитием, мы понимаем с вами, как движение от низшего к высшему. Значит, не выбрасываются достижения, которые были при феодализме, при рабовладении. Ну, водопровод, построенный рабами мира Рима, мы и сейчас же ценим, правда? И эти замечательные дворцы, которые в период феодализма построены, они, между прочим, красивее, чем здания, которые были в период капитализма. В период капитализма делали для прибыли, а тогда делали для удовлетворения потребностей, хотя бы и феодалов, но все равно человеческих потребностей из соображения красоты. Чудимний дворец все построен когда-то. При феодализме же, правда? И другие дворцы, которые мы, как и знаем, и какими восхищаемся. А тут получается вот такая в высоком смысле уже революция, возвращение снова к коммунизму и отрицание, переворот по отношению к предшествующим частнособственническим способам производства. Всеразно трём. И иногда, и так Марс говорит, можно и так считать, что была одна формация коммунистическая, была вторая частнособственническая, которая из трёх состояла. Разная степень зависимости, если она просто была непосредственно производителя, это ровладение феодализмом, капитализмом. И ещё одно отрицание, ещё одна революция, которая возвращает всё к коммунизму. И на этом кончается предыстория человеческого общества. Человек, как общественный человек, обретает ту форму, в которой он развивается, как общественный человек, а не как частник. Потому что частная собственность противоречит природе человека, как в совокупности общественных отражений, его сущностей. Вот такая получается интересная картина с этими самыми революциями. Значит, конечно, всякая революция – скачок, каждая революция – перерыв постепенности, каждая революция, конечно, это изменение, каждая революция приносит что-то новое, но это всё можно про что угодно сказать. А в понятие революции входит переворот, и нужно объяснять, что перевернулось обязательно, если это революция. Если это техническая революция, то это такая революция, которая не просто изменяет то, что что-то в технике, а что-то переворачивает. И не что-то, а всю технику переворачивает. То есть техника делается по-другому, на других началах. Не отдельные элементы, как сейчас, например, могут вам на 3D-принтере что-то напечатать пластмассовое. И долго-долго, и медленно-медленно печатают. Я видел, как печатают на этом 3D-принтере. То есть можно разные вещи напечатать. Очень долго, и непрочно, и ненадёжно. И это, в общем, больше как примерчики такие. Никакого такого места серьёзного они в производстве не заняли. А вдруг это будет более половины продукции. Но если будет более половины, это можно считать переворотом техническим. Правильно? А то, что я могу вам позвонить и сказать, «Вы знаете, наш завод не работает». И с другого завода позвонят, скажут, «Вы знаете, наш завод тоже не работает. И наш завод разрушил, и наш». И всё тут переворачивается. Это разруха. Хотя это можно сообщать с помощью современных средств связи. Или, когда дворников очень много, они вручную всё подметают, то нужно очень много на ИЛМ, наверное, считать всех дворников и оценивать их работу и так далее. А если у вас будет их очень мало, потому что они будут выражены современной техникой. Есть такой пример. Есть один дворник в одном городе, который оснастил себя техникой сам, самый различный. И работает на шести работах. И прекрасно всё успевает. Потому что он это не вручную метёт. И приезжает всё. Ты убрал, тут убрал, тут убрал. И там забрал зарплату, там забрал, там забрал, там забрал. И там забрал. Ну, это, конечно, предполагает, что ему это дозволили делать. Но он очень честно всё убирает и всё успевает. А у нас что? У нас, ну, раз у нас плохо с этим, с уборкой территории, значит, ну, у нас разбегаются местные граждане. И тогда привлекается просто гастарбайт. И то же самое и в Европе. Давайте туда грохнем по Ливии, по Ираку, и тогда оттуда беженцы прибегут. Прибегут и будут делать грязную работу. Давайте отделим от Советского Союза прибалтику, и из прибалтика люди прибегут на Запад. Что делать будут они? Горшки мыть будут, потому что миллион из Латвии уже убежал. Из трёх миллионов. Миллион. И что они там, на каких ролях? Ну, на таких ролях, на ролях всех людей, которые грязную работу выполняют для более высоких людей Запада. В основном. А что с промышленностью там, вот видите, а где эта промышленность? Там же был ВВФ. Там электрички делали для всей страны. Рижские, да? Там рафики были, микролитражки. Где это всё? Нет этого ничего. А что там? Аграрная, индустриальная страна. А была индустриально-аграрная. Что мы знаем про Эстонию теперь и Литву? Ну, тоже они в таком довольно жалком состоянии находятся. Это что, контрреволюция? Нет. То есть, контрреволюция была тогда, когда Советский Союз, так сказать, социализм, был разрушен, и мы вернулись в прежнюю формацию. А дальше уже прошёл такой, дальше процесс разложения прошёл сам. Уже разрушение потом, после этого акта, после перехода к частной собственности, вы вышли на рынок мировой, где мировые акулы, крупные монополии, они съели этих всех мелких, мелких рыбок, которые, так сказать, изображают, что они будут тут свободны. Свободным империализмом могут быть только крупные империалистические державы. Только крупные. А маленькие державы ничего не значат вообще. Никто с ними не считается. И со средним никто не считается. И если раньше ещё они боролись, там, державы крупные империалистики, кто главнее, там, скажем, Вторая мировая война, кто главнее Америка, Англия, или Германия, и Япония, то сейчас уже никто не борется, если, скажем, если вы возьмёте данные о том, какой процент вооружения у Соединённых Штатов Америки в производстве, в мировом, то это будет 32. 32-34. У Китая 14. У России 4,8. У всех остальных меньше. И поэтому все остальные меньшую роль играет в мировой политике. Вот и всё. Уже у той же Франции там 3 с небольшим. Хотя она, там, даже по уровню производительного суда Россию превосходит. Ну, нет этого. И масштабы не те, и уровень не тот. И значение этих более мелких стран мы видели, как вот Гитлер съел за две недели всю Европу. И где это была эта Европа, которая сейчас там санкции нам предлагает выступать? Где она была, когда пришёл Гитлер? Она легла к его ногам. Вот какая картина. Ну, вот на этом мы, наверное, сегодня и закончим с вами. На том, что мы разобрались в том, что такое революция и всех соответствующих категориях развития, эволюционная, революционная, скачки, переворот, революции и контрреволюции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...